Магнитные поля коричневых карликов, подобных открытому нами объекту BDRJ 1750 плюс 3809, очень похожи на то, как устроена магнитосфера планет. По этой причине мы уверены в том, что собранные нами данные помогут коллегам-теоретикам проверить их теории, описывающие магнитные поля экзопланет, а также оценить их пригодность для жизни. Хариш Ведантам, астрофизик из Астрон напомним, что все звезды во Вселенной появляются из сгустков газа и пыли. После этого внутри новой звезды начинают происходить термоядерные реакции из-за постоянно повышающейся температуры. Однако такой процесс происходит только внутри крупных объектов, чья масса, например, в 73 раза превышает массу Юпитера. В противном случае объект превращается в коричневый карлик или несостоявшуюся звезду. Такие объекты можно найти только с помощью достаточно мощных радиотелескопов. Несмотря на это, коричневые карлики еще более крупными размерами, чем Земля. Этот факт заставил ученых предположить, что следы их существования могут сохраниться в радиоизлучении, которое вырабатывают данные объекты или которое проходит рядом с ними. Астрономы решили искать источники поляризованного радиоизлучения, расположенные в пределах нашей галактики и при этом невидимых в оптическом или инфракрасном диапазоне волн. Так они смогли найти BDRJ-1750-3809. Объект находился на расстоянии в 212 световых лет и получил пока неофициальное имя Элигаст. Подобные наблюдения, считают ученые, помогут им вычислить вероятность наличия мощных магнитных полей у небольших экзопланет размером с Землю.